Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям, «Все царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми! Распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски, Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было, «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись считали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал, «Что я написал, то написал». Воины же, когда распили Иисуса, взяли одежду его и разделили на четыре части, каждому воину по части. И хитон, хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется речи на Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику, «Все матерь твоя». И с этого времени ученик все взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксусом. Воины напоим уксусом губку и наложив на исток, поднесли к устам его. Когда же Иисус кусил, уксуса сказал, «Совершилось» и, преклонив лаву, предал дух. Но так как тогда была пятница, ты уйди, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий. Просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины. И у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но передя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили в него голени. Но один из воинов гопьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал. И истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло. Да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит, «Возрядно того, которого пронзили». После всего Иосиф из Аримафеи, ученики Иисуса, но тайны и страхи от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. И так взяли тело Иисуса, и обвили его пеленами, с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распил, был сад. И в саду гроб новый, в который еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Я читаю Библию. Это Евангелие. Евангелие на всех языках. Она звучит одинаково. Для всех народов, для всех поколений. И это Слово Божие, неизменное. Много чего меняется в жизни. Меняются взгляды, меняется политика, меняются вкусы и направления. Но Библия не меняется. Бог неизменный. Его Слово неизменное. Что Библия говорит о настоящем времени? Мы живем в то время, о котором написан апостол Иоанн на острове Патмос. Мы читаем книгу «Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова». «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники Бог». Это то, что есть. Мы живем в то время, когда наступает великая скорбь на земле, и всемирный правитель, антихрист, будет давать число 666. На правую руку и на чело. Это чипы. И будет огромный всемирный компьютер для всех живущих на земле. И кто не примет начертание 666, тот не сможет ни продавать, ни покупать. Не сможет пользоваться никакими благами. Он не сможет работать. Христиане знают, что тот, который примет начертание на руку свою и на чело, он будет в дальнейшем мучен Гиене Огненной. Это те, которые отрекутся от Христа, и они признают, что антихрист является их Богом. Мы живем в преддверии этих событий. И этот ангел, который видел Иоанн, летящего посредине неба, он имел вечное Евангелие, то, что я сейчас держу в руках. Вечное Евангелие. Он посредине неба или другой перевод в зените, прямо над головами. То есть, самая апогея человечества перед наступлением великой скорби. Именно по центру неба, в зените, летит ангел сейчас и говорит, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. Еще суд не начался, но отделяет буквально считанные часы, может быть, дни. И я сегодня проповедую об Иисусе Христе, который, будучи Сыном Божьим, Он отдал свою жизнь за грех всего рода человеческого и моего, и твоего, уважаемые слушатели, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог мне и послал Сына Своего в этот мир судить мир, но Он послал спасти этот мир. И всякий верующий в Сына Божия имеет право на жизнь вечную. Он имеет жизнь вечную. Я читаю заключительную, последнюю страницу Библии. Это 22 глава Апокалипсиса. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Ягнца, среди улиц его и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народу. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога Ягнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челахи, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я Иоанн видел и слышал сие, когда уже услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться Ему. Но Он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный, пусть еще делает неправду, нечистый, пусть еще сквернится, праведный, да творит правду еще, и святой, да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители, всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, посол ангела моего, засвидетельствовать вам сие в церквах. Я и сень корень, и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший, да скажет, приди, жаждущий, пусть приходит, и желающий, пусть берет воду жизни даром. Это заключительные слова Библии. И сегодня в преддверии огромного христианского праздника Пасхи он называется светлым, он называется праздником. Это действительно победа добра над злом. Он не злословил, он не убивал, он не проклинал, он агнец закланный за грехи всего рода человеческого. И одно условие для спасения поверь Иисуса Христа, Сына Божьего, и спасешься ты и весь дом твой. Я как служитель церкви, как епископ и пастор, я приглашаю всех завтра на пасхальное богослужение. Здесь в этом храме начнется в 10 часов. И всем добро пожаловать. Слушайте то, что Бог говорит церквам, потому что время заканчивается. Уже первая печать снята, и написано, это белый конь, это война, военные слухи, военные настроения, это злоба и проклятие. За ним, за этим, за войной, пойдут другие. Пойдет и рыжий конь, и бледный конь, и черный конь. Это голод, это эпидемия, и это смерть. А затем, а затем христиане будут притесняемы по всему белому свету. Это будет уже пятая печать. Шестая печать говорит о том, что на земле начнут те события, о которых самый храбрый его запьет. И будет говорить, горы падите на нас, и холмы сокройте нас от лица грядущего. Потому что на земле начнутся огромные землетрясения, выбросы вулканов, эпидемии, и то, что написано в этой Библии. И ничто, что здесь написано, не изменится, никто не остановит. Перед Богом все мы, как ничто. Это могущество, всемогущий Бог. И сегодня, оставляя времена неведения, Бог повелевает, всем повсюду покается. Пусть светлый праздник Пасхи будет радостным праздником. Я очень молюсь, чтобы это был мирный праздник, чтобы ничто не омрачило этот праздник, никакие злые планы не осуществили, чтобы не плакали вдовы и сироты, чтобы дети имели хлеб и до хлеба. Мы будем молиться за Одессу, мы будем молиться за Украину. И пусть не наступит то, что предполагает, что прогнозирует. Я знаю, что до поры до времени на земле есть удерживающие силы это Дух Святой. Но когда Дух Святой возьмется от земли, Церковь возьмется от земли, то на земле будет происходить то, что написано в этой книге Апокалипсис, в этой книге Библия. Я благословляю вас хорошим праздником, хорошим настроением. Я благословляю ваши семьи, дома. Будьте благословены во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Хочу сделать объявление. Сейчас будет...